Состояние игроков и больных приблизительно те же, как перед той игрой, но завтра определимся, завтра доктора скажут, кто может принять счастье, кто нет, кто сегодня будет на тренировке, те и готовятся к игре, кого нет, те и не готовятся. Юрий Павлович, можете рассказать сейчас о своих эмоциях Лиги Чемпионов тогда и сейчас ожидания, именно домашний матч первый, сейчас спустя столько времени, опять же локомотив, расскажите, может быть отличаются эмоции? Лига Чемпионов это уже эмоции, гимн, который перед матчем, это эмоции. И сама игра это турнир, который не каждому игроку и тренеру удается в нем участвовать, поэтому есть определенное напряжение, я думаю, не только у нашей команды, которая давно не участвовала в этом, но и у всех. Я думаю, что есть напряжение у Шальки, поэтому мы ждем такого тяжелого поединка и интересного. Удалось ли вам несколько более подробно поговорить с Хеведесом про Шальки? Да, я с ним разговаривал, еще поговорим сегодня вечером, но раз этот игрок играл в Шальке, он был, он знает, Бундеслигу, конечно мы имели беседу, мне было интересно. Любой тренер, конечно же, просматривает несколько матчей своего соперника ближайшего. Вот чем вас удивило Шальки за те игры, которые вы просмотрели? Шальки представляют Бундеслигу, а в Бундеслиге очень громадное значение имеет агрессия, количество выигранных единоборств, они не исключение, не исключение из правил, не зря они в прошлом году заняли второе место. В первую очередь я отметил бы быстрые атакующие действия команды и большую агрессию в борьбе за мяч. Я хотел бы задать тот же вопрос, что и Гильермо, насчет момента сезона, две победы подряд, причем победы достигнуты на последних минутах, да? И насколько важен для локомотива именно этот мальчик Шальки с точки зрения, можно ли ключевым его назвать на данном отрезке сезона? Приезжаем в Калининград, говорят, ключевой матч. Если не выиграешь, все, жизнь закончилась. Приезжаем сюда, играем, с Ахматом не выиграли, опять жизнь закончилась. Жизнь не заканчивается, она продолжается. Это очень важный, серьезный матч. Мы хотим, чтобы нас болельщики поддержали, чтобы игроки сыграли свою лучшую игру, а, конечно, он очень важный. – Шальки плохо стартовал в этом сезоне, всего 4 очка. Какие сильные стороны вы бы у них выделили? – Нет, одна из самых сильных сторон Шальки – это быстрая контратака, я уже об этом сказал. Очень хороши стандартные положения, которые высокорослые игроки оказывают большое давление. Ну, на остальных нюансах, оставьте их для нас, мы сегодня поговорим, скажем, игрокам. По каждому игроку, кто может играть, в какой позиции, у кого какие качества, кто вводит влево, кто вправо. Шальки – хорошая команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова